Всем привет, друзья! С вами Корайт, и мы находимся в Path of Exile. Это игра на тему Diablo, точнее, почти клон Diablo, только незначительное отличие есть в этой игре, и я хочу её затестить. Я поиграл за ведьму, у нас шесть персонажей нам... шесть персонажей нам, короче, дают на выбор, очень громкая игра, человек очень громко орёт, я чуть-чуть не оглох, ладно. У нас жрец, у нас бандит, да, ну, типа убийца, короче, потом у нас варвар, у нас следопыт, у нас какой-то гладиатор, и у нас ведьма. Ведьма — это, по сути, тот же Некромант. Когда я играл в Diablo 2, я в основном играл только за Некроманта. Несколько раз я прошёл в Diablo за Некроманта, и несколько раз я прошёл в Диабло за Колдунью, вот. А ведьма как раз-таки, ну, как мне кажется, наверное, тот персонаж, который объединяет себе и Колдунью, и Некроманта. Поэтому начнём играть за неё. Пишем имя нашему персонажу, и погнали. Присутствует от Diablo, естественно, это не полностью наслизано. Но, допустим, самое первое отличие, которое я нашёл, это то, что в игре нет денег. То есть деньги вы не зарабатываете никаким образом. Здесь есть б... или ещё что-то таковых денег здесь нет. Начинаем мы с вот такого побережья. Я не знаю, все ли персонажи начинают с этого же места, но мы начинаем отсюда. Это, скорее всего, типа зона обучения, ну, или что-то типа того. Игра, да, на русском. Кстати, это очень радует, игра на русском. Ну, естественно, голоса говорят они не по-русски, да, но текста переведены все полностью на русский язык. Вонючего зомбака голодного трупа убиваем, забираем огненный шаг. Пропускаем обучение. И идём дальше. В общем-то, в общем-то, какие ещё отличия? Что я ещё могу сказать, какие отличия в этой игре от Diablo? Вот, помимо того, что здесь нету, как я уже сказал, денег, то есть валюты здесь никакой нет, здесь есть бартер. Вот, также здесь отсутствуют очки умения. Точнее, они здесь есть, но они, вот, допустим, во втором Diablo, да, можно было, допустим, выучить там огненный шар, да, вот. И вы потом это умение постепенно прокачивали, и ваш огненный шар становился всё сильнее, сильнее, да, либо он там больше дымажил, либо быстрее летел и так далее и тому подобное. Вот. А в этой игре немножко сделано по-другому. То есть, когда вы получаете уровень, вам также даётся, да, очко умения, очко навыка, которое можно прокачать. Но, за него вы не можете прокачать, допустим, взять себе огненный шар или что-то наподобие. То есть, за это очко вы можете, допустим, увеличить количество маны, или там, я не знаю, увеличить точность. То есть, вот, всякие вот такие вот навыки. Именно взять какую-то магию за эти очки вы не можете. А вот. Магия здесь даётся немножко по-другому. То есть, ну, я так понимаю, что магия, да, или, допустим, есть какие-то есть способности, допустим, у рыцаря, там, какой-нибудь сильный удар мечом, ну, или типа того, да. То есть, я подразумеваю именно такие умения. Они здесь берутся из кристаллов. То есть, я вам чуть позже покажу, какие кристаллы нам нужны для того, чтобы взять какие-нибудь умения. Вот. Ну, а пока что будем гасить вот эту нежить и пытаться дойти до города. Здесь где-то рядышком есть город, нам надо в него попасть. После просмотра этого ролика обязательно подпишись на канал и поставь этому видео лайк. Так, умираю, а не очень нежить. Как вы можете сейчас заметить, у меня нету никаких сейчас умений, навыков, кроме вот просто обычных вот таких вот колдовских взмахов волшебной палочкой. Да, кстати, у моего персонажа волшебная палочка. Зато есть очень одна приятная вещь. Общая с Диабло. Это подсветка предметов на земле клавишей Alt. Помогает, конечно, все собирать. Вот он и босс. Это первый босс. Он, в принципе, легкий. Он ничего не делает. Он просто подходит к вам в полотну и убьет. Вот и все. Вот. Поэтому можно от него таким вот образом бегать и просто лупить его издалека. Потом, чуть позже, я вам покажу, что такое умения и что такое кристаллики. Именно, которые дают нам что-то. Здесь будет сразу... Мы сейчас, когда придем в город, мы сдадим первый квест, по которому нам дадут на выбор три кристалла. Вот я там брал в прошлый раз поднятие мертвых. Ну, такой, знаете, типичный некромант из Диабло. Только там было поднятие скелетов, тут поднятие зомбаков. Ну, возможно, потом в будущем будет еще и поднятие скелетов. Не знаю. Так, собираем все ништячки, которые из него повыпадали и бежим теперь в лагерь. Лагерь у нас где-то здесь. Вот он у нас находится. Он был типа под осадой. И заходим вовнутрь. Не знаю, немного непонятно, каким оружием и какой броней должна владеть в Диабло. Это был воин в тяжелых доспехах. Ну, то есть в средних-тяжелых. Ведьма здесь будет носить легкие доспехи или же тяжелые, я не знаю. Скорее всего, как мне кажется, легкие. Мне кажется, это было бы более логично. С другой стороны, возможно, нет. Не знаю, посмотрим. Так, сдаем здесь вот какие-то квесты. Вот, допустим, можем продать, да. У меня здесь повыпадал какой-то лутецкий. Есть неопознанные перчатки. Да, кстати, ребята, вот так вот выглядит инвентарь. Абсолютно точная копия Диабло, на самом деле. Свитки мудрости есть, да, для того, чтобы опознавать предметы. Вот мы, допустим, опознали перчаточки. Плюс 4 к максимуму здоровья. И 8% сопротивляемость холоду. Ставим у нас там... А, у меня открыто просто меню покупки, поэтому... И жизни чуть-чуть у меня прибавилось. Было 67, стало 73. Так, здесь у меня есть жезл. 4 к 8 у него атака. Шанс критического урона гораздо больше. Дальность оружия 9. Увеличить урон от стихий. Увеличивать урон от чар. Такой вот шарик. Щит у меня есть. Увеличивать урон от чар. А можно поставить 2? О, можно поставить 2. Интересно, можно ли стрелять из двух палочек одновременно? Надо бы попробовать. Ладно, ребята, давайте продадим вот этот щит. И продадим вот этот посох. А, еще вот эту палку тоже, я думаю, можно продать. Так, нажимаем принять. Вот, у меня есть огненный шар. Мы его вставляем, допустим, вот в какую-нибудь ячейку, которая здесь у нас есть, посвободнее, да? Например, вот сюда. И у нас теперь появляется огненный шар. Здесь мы его можем поставить на правую кнопку мыши. А, ну он, в принципе, сейчас у меня на правой кнопке мыши и стоит. Вот, вот таким вот образом, друзья. Давайте теперь сдадим вот здесь вот тоже какой-то квестик есть. И вот тут, вот они нам дают выбрать награду за квест. Поднятие зомби. Вот я брал, другие даже не будут считать. Меня вот этот навык вполне устроил. Можно особо не драться. За вас будут драться лишь зомбаки. Очки умений, ребят. Вот такие, вот такое вот гигантское. Реально. Больше, чем здесь, я не видел нигде очко дерева умений. С очками навыков. И оно реально гигантское. Вот. Но, как я думаю, что вот здесь вот, наверное, будут, типа, другие персонажи, да? То есть там гладиатор, убийца, кто там, жнец, следопыт. Ну, и кто там еще был последний, я уже не помню. Дуэлят, по-моему. Вот. Так что наши с вами, в принципе, навыки, да? Это вот, ну, как бы, вот эти вот, скорее всего, которые находятся здесь. Но мы также можем пойти, я думаю, что и вот в эту сторону взять, допустим, какие-то навыки других совершенно персонажей. То есть мы можем стать наполовину воином, допустим, или наполовину стрелком, или типа того. Ну, вот, поэтому, как бы здесь мы, в принципе, прокачиваем, вот, допустим, либо только урон чарами, либо энергетический щит и регенерация маны. Я возьму вот это. Нажимаем подтвердить. И все, и погнали дальше по миссии. Миссии у нас отображаются вот здесь. Вот эту... Вот эту миссию мы, получается, выполнили, да? Теперь нам надо идти вот к вот этой. Так что погнали. Погнали туда. Давайте поставим вот сюда сейчас... А, надо же поставить точно этот... Призыв зомбаков надо поставить. Сейчас воткнем. Сейчас воткнем призыв. Так. На Ай. И ставим его вот сюда. Вот, теперь мы можем на... Допустим, давайте сделаем вот так, на кьюшечку, да? На кьюшечку у нас будет, допустим. Вот так вот. На кьюшечку мы можем призывать зомбаков. Максимум три зомби мы можем с вами призывать. Призываются они, насколько я понимаю, из трупов. Вот, так что... Вот так вот огненный шар выпускаем. Вот так вот. Один зомбак пошел. Зомбаки обалдены. Они действительно довольно больно кусаются. И, ну, просто без... Без вашего какого-то участия вы можете всех просто реально раскидывать направо и налево. Вот так вот. Всех долбим и бежим дальше. Вонючие крабы такие здесь тусуются. Так. Грубый лук. Получай. Огненный шар довольно много, по-моему, расходует маны, да? Получай. Ах ты ж, мимо, блин. Давай, 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 отлично. Тут всех убили, ничего здесь не выпало. Идем дальше тогда, смотрим. Карту надо, я думаю, включить. Идти по карте. Не поджигаешься. Ах ты, зараза. Видимо, крабы не поджигаются у нас от огня. Одного зомбака мы потеряли. Сверху у нас отображается, сколько зомбаков у нас жарится. Живы. Тут какая-то сфера у меня. Железные поножки. Здорово. Персонаж также меняется. То есть мы ставим какие-то комплекты одежды, да? И персонаж внешне меняется. Это хорошо. Одного зомбака еще одного убили нашего. Так. Тут все, да? Берем это, берем это. Хотелось бы, конечно, выучить какую-нибудь АУЕшку, чтобы просто заходить, допустим, в толпу врагов. Ах ты, зараза такая. И всех убивать просто одним ударом. Так. Ну тут... А, вон там вот что-то есть наверху. Вот здесь вот тоже очень много народа собралось. Как хорошо, что мы сегодня все здесь собрались. Или как там было? Как хорошо, что мы сегодня все здесь собрались. Получи огнем тебя. Огнем тебя. Да, детка, да. Эть, эть. Доступна какая-то страница у меня там была. А, ребят, я напомню, что это, в принципе, у меня первый взгляд. Я в игру играл немного. Причем, ну, прям совсем. Прям, ну, как бы... Совсем чуть-чуть. Поэтому... Ух ты, какая-то... Какая-то огненная фурия. Какой-то босс. Где мои зомби? Собаки, давайте. Фас. Ух ты, блин, блин, блин. Жизнь. Так, убили эту. Сучковая ветка, шипастый кулак, железный кулак. Забыл я, блин, про хпшечку. А, получили? Гады такие. Что это у нас такое? Какой-то камень. Непонятный, не разговаривающий камень. Никто все равно тебе не поверит, что этот камень разговаривал с тобой. Я думаю, мне стоит поставить щит вместо второй волшебной палочки. По-моему, от нее толку, как от ведра без дна. Портал. Ну, в город смысла телепортироваться, сейчас я не вижу никакого. Так. Вот тут какой-то... Нажмите, чтобы повысить уровень. Нажмите, чтобы повысить уровень. Поехали, если на прибрежный остров, найдите судовую аптечку. Так. Мне вот сюда надо. Мы сейчас немножко не на той локации. Я думаю, что... Ильсты Низины. Наверное, это не то место, да, мне кажется? Ильсты Низины. По-моему, мне не сюда. Сейчас посмотрим. Сейчас поглядим. Так. Карта. Нет, это не то. Нет, это не то. А, вот сюда. Да. Мы пошли немножко не сюда. Мне надо было в другую сторону куда-то идти. В другую часть карты. Ладно. Будем искать, значит, другой какой-то выход. Значит, это выход не тот, который мне нужен. Здесь у нас везде море. Поэтому будем бежать тогда в другое место. Ага, вон есть вход. Я вижу. Нам, значит, вот сюда надо. Да, точно. Вот сюда. Э! А, все. Выходим. Прибрежный остров. Тут нам надо найти какую-то аптечку. Найди судовую аптечку. Окей. И вот какой-то щит, по-моему, выпал. Получай. 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 Ничего нет. Идем дальше. Обалденная на самом деле игра. Друзья, прям ностальгия. Так и прет на самом деле. Вот такой вот должна была быть третья Диабло. Вот если бы третья Диабло была бы вот такой. Ох, вот это было бы вообще обалденно. Ты кто такой, блин? Ты чё, блин? Куда ты делся? Кто ты такой? Что ты такое, блин? Он их призывает или чё за прикол? Утопленник. Куда он делся? Вон он где. Ого. Палычи. Палычи тебе огнем. Палычи. На тебе. Отлично. Какие-то осколки я нашёл. Испытание пройдено. Это было испытание? Чувак у нас валяется мёртвый. Где мои зомби? Раз, два. Маны нету. Три. Всё, отлично. Получи. Тут у нас... О, цепочка валяется. Почему-то она валяется где-то не там. Что? Нет места? Ого. Сколько тут всего? Ну, вот так вот поставим панцирь. Цепочку берём вот сюда. Тут у меня цепочка какая-то есть. Максимум энергетического щита. 18 максимум энергетического щита. Это получше. О. Какая-то защита у меня здесь. Интересно. Щит прям какой-то. Реально здоровье щит есть. Так, это что? Цветная сфера какая-то. Ботинки плюс 6. Уклонение 13. Броня 6. А я не знаю, что лучше. Уклонение ставить или броню. Повышение редкости находимых предметов. О. Я помню в Диабло, когда играл, у меня все стояли вот с такими... С подобными характеристиками. Я постоянно выбивал всяческие редкие предметы. Это было здорово. Шанс блока. Так. Ладненько, идём дальше тогда. Двигаемся. Тут можно... Сфера перемен. Получай, получай. Вот так. Чё-нибудь выпало? Шупастый кулак высокого качества. Ладно, пока его выбрать не будем. Здесь что у нас? Рваная кожанка. Но я думаю, вряд ли она будет мне интересна. Какое-то послание. Здесь у меня, тем не менее... Метический щит, интеллект. 10 к интеллекту возьмём. Вот, подтвердить. Фу, какие мерзкие. Существа. Получайте. Жезл из плавника. Ну, у меня это, в принципе, всё есть. И жезл, и всё остальное. Получай. Получай. Дубина из плавника. Пойди отсюда. Ого, тут сколько. Так, где мои зомби? Отморозок. Отморозок. Ужас. Может, тебя огнём надо долбить? Ага, отлично. Судовая аптечка. Дубина аборигена высокого качества. Жёлтая. Смотрите, ребят. Жёлтненькая дубинка у меня выпала. Вот этот лук, я думаю, мы повыкидываем. Мне кажется, он ничего не стоит. Вот судовую аптечку надо взять. Красивая. Так. Ржавый койф. Ух ты, какая штукенция прикольная. Так. Дубинку вот эту возьмём обязательно. Я не знаю, можно ли её использовать в качестве... То есть, она для ближнего боя или для дальнего будет? Интересно. Сучковая ветка. Так. Вот так вот сделаем. Малый флакон жизни. Ставится, по-моему, вот сюда? Нет. Сюда он не ставится. А, мне возможно, он надо сначала взять. А потом... Нет. Не переставляется. Ладно. Пробитый шлем. Панцирь. В принципе, всё. То есть, тут больше ничего нет. Шерстяные перчатки ещё есть. Уровень предмета. Энергетические щиты. Так. Всё хорошо. Тут всё сделали. Я думаю... А, да. Всё. Надо теперь возвращаться обратно. Миссия нас ведёт обратно в город, насколько я понимаю. Да? Класс. Надо возвращаться обратно. Телепорта, к сожалению, у меня нет. Поэтому придётся бежать пешочком. Это хватит стрелять тебе огнём. Надо будет бежать пешочком. Но в следующей локации есть, по-моему, телепорт. И вот уже оттуда можно будет телепортироваться обратно в город. Так, вот он у нас телепорт. В принципе, он находится рядышком. Особо далеко бежать не надо. И телепортируемся в лагерь. Посмотреть навыки получше. В общем, немножко прочекать обстановку. Так, вот сюда мы сдаём квест. Награда. Не отображаются пока. Я не знаю почему. Иногда бывает такое, что не отображаются рисунки. Средний флакон жизни. Средний флакон маны. Или ртутный флакон. Повышает скорость передвижения. Я возьму, наверное, вот этот. Обычный. Флакон жизни, который. Так. Тут бла-бла-бла. Короче, что-то нам там рассказывают. Бла-бла-бла. Продать. Так. Два свитка у меня есть. Неопознанно. Вот это надо распознать. И распознать, наверное, неопознанный флакон жизни. Вот это тоже. Поэтому я не мог его поставить. Требуется уровень 5. Сила 26. Это, походу, крутая штука. Если ее продать, за нее дают аж 12 осколков перемен. Наверное, это много. Я на самом деле без понятия, что это такое. Так. Сапоги оставляем здесь. Ржавый койф. У меня шлем вообще никого нет. Пятый уровень нужен. Ну, я его, наверное, оставлю себе тогда. Пятый, когда уровень будет, я его одену. Максимум здоровья, сопротивляемость к холоду. А, 6 найти редкий, 8 найти редкий предмет. Я оставлю. Буду, короче, собирать себе сет на поиск редких предметов. Увеличил урон от чар. Так. Это, наверное, двуручное, мне кажется, оружие. Вот этот посох. Он, скорее всего, двуручный. Могу ошибаться, конечно. Так. Ну, вот это сюда скидываем. Ну, топорик вот этот по-любому скидываем. Вот эту цепочку тоже. Ну, и вот как-то так. Нам дают вот один цветок мудрости у нас будет, да? Осколки дают и осколки дают. Понятно. Так, хорошо. Давайте подойдем сюда, поговорим с этим пиратом. Ну, там тоже как бы бла-бла-бла только в основном, да? То есть квеста никакого нету, что ли? Топленники. Интересно, конечно, все это почитать. Но, блин, не в записи, конечно. То есть если играть самому, то как бы почитать все это дело, посидеть можно. Так. Мне вот что интересно. Могу ли я поставить это в одну руку? Нет. Он ставится в две руки. То есть посох этот ставится в две руки. Но я попробую с ним побегать. Падает заклинание. А как? А я могу как-то... Ага, вот. Могу. То есть просто вытащить их могу. Да? Вот так вот. И все. Так. И воткнуть, допустим, сюда. Поднятие зомби. Сюда вот так вот в перчатки, допустим. Огненный шар засунем. Так. Ну здесь какие-то тоже кусочки чего-то. Вот есть колдовской выброс. Поддержка чары. Усиленные чары будут учитывать затраченную ману и накладывать положительный эффект при достижении определенных порогов затраченной маны. Никуда вставить не могу. Поэтому пока ставлю при себе. Так. Бутылочку ставим. Это бутылочка большая, да? В основном здоровье. 21. Ну да. Это типа бутылочки побольше. Тут 70. Вот так. Это пустая. А как их наполнять? Где их можно наполнить? Интересно бы мне узнать. Ладненько. Это тогда ставим все сюда. Блин. Вот эти штуки. У меня есть тут сундук. Мой личный. Дайник. Вот. Сюда я тогда поставлю пока вот эту палку. И воткну вот этот шлем. Он на пятом левеле у меня открывается. У меня сейчас какой левел? Четвертый, да? 14%. Нет. Возьмем его с собой. Буду его носить с собой, короче. Бутылочку пока склянку оставлю здесь. А вот эту палку надо продать. Надо ее опознать, наверное. Или нет. Наверное, я ее просто, короче, продам. Я ее даже не буду опознавать, чтобы не тратить свиток. Вот так. Принять и все. Ладненько, ребят. Подписывайтесь на канал. Не забывайте. Вам это ничего не стоит. Мне будет приятно. Также ставьте лайк, если хотите еще Path of Exile на канале. Как по мне, так игра заходит. Игра обалденная. Это продолжение Diablo. Блин. Ну, мне вот, честно, очень интересно в нее играть. С вами был Коррид. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.